всем привет с вами newsblog с порцией свежих и актуальных новостей на канале крипто комманс максимально кратко но не упуская самого важного и так сегодня в выпуске spot bitcoin и т.ф. от fidelity появился в списке активных и т.ф. готовы к запуску сильное про крипто заявление от кандидата в президенты от республиканской партии и века ромасами компания блок джека дорси выходят на глобальный рынок с предзаказом на кошелек биткой и завершит этот пятничный выпуск аналитика рынка от кевина свенсона оставайтесь с нами и так spot bitcoin и т.ф. от компании fidelity занял низкую позицию для старта согласно данным компании детей сиси spot bitcoin и т.ф. от компании fidelity investment был зарегистрирован на веб-сайте deposit trust and clearing corporation или сокращенно детей сиси си данный продукт под тикером fbtc был заявлен как вайс оригин биткойн и в dshs а это указывает на то что одобрение секс сша спотового биткойна и т.ф. уже очень близко растущее ожидание одобрения спотового биткойна и т.ф. продолжает толкать цену биткойна вверх тем временем директор fidelity global марка юриан тиммер считает что к 2038 году биткоин может достичь цену в 1 миллиард долларов что же совсем не факт что это может произойти однако с текущими тенденциями происходящими в мире вообще не факт что этот мир до тридцать восьмого года дотянет шутка главный вывод из этой новости в том что маховик и т.ф. продолжает раскручиваться а жара все выше продолжает наш выпуск выдержка из выступления республиканского кандидата в президенты в его к рама с вами где он парировал неудобный вопрос в отношении крипто а также дал ясно понять то чем на самом деле занимаются регуляторы в сша включая сек давайте послушаем эту яркую одноминутную речь мистером а с вами вы хвалили криптовалюты например bitcoin как вариант отказа от нашей цитата испорчены финансовой архитектуры и выступали против его регулирования при этом глава крупнейшей криптовалютной бирже недавно признал вину в том что позволил своей платформе отмывать деньги террористов включая хамас вы говорите что ваши планы по крипто цитата обеспечит экономическую свободу американцам конец цитаты они также обеспечит экономическую свободу мошенникам уголовникам и террористам слушайте мошенники уголовники террористы обманывают людей уже давно а наши регуляторы за ними не поспевают в настоящий момент факт того что делал sbf со своим ftx говорит лишь о том какое бы ни было сейчас законодательство она не работает я думаю что это не что иное как позор гэри гэнслера текущего лидера сек когда он перед лицом конгресса не может даже ответить на вопрос является ли эфир регулируемой ценной бумагой или нет я думаю что это лишь еще один пример того как государственный регулятор зашел слишком далеко вот вам грязный секрет американских политиков люди которых мы выбрали для управления правительством даже не являются теми кто на самом деле управляет правительством это бюрократы агентств называющихся на три буквы составляющие законодательные акты на которые им право конгресс не давал спасибо вивек это было сильно и хотя твои взгляды на другие серьезные политические вопросы являются спорными твоя позиция относительно регулирования крипто выглядит честный но какой же вывод мы из этого можем сделать а он на поверхности во первых тема крипто появляется все чаще и даже на предвыборных речах кандидатов в президенты и это очень круто а во-вторых частый нарратив о том что крипто это грязные деньги мошенников и террористов все чаще разбивается у железные факты того что это вовсе не так и это также очень позитивно для крипто наша следующая новость о том как компания джека дорси блок выходит на глобальный рынок с предзаказом на свой кошелек биткой компания блок под руководством джека дорси смогла сделать значительный прорыв на рынке крипто выпустив биткой свой первый аппаратный биткоин кошелек согласно имеющимся утверждением биткей это безопасное и удобное устройство для хранения биткоина доступен для предзаказа более чем в 95 странах а это значительный глобальный охват кошелек биткей стоимостью в 150 долларов включает в себя сам кошелек кабель для зарядки мобильное приложение и инструменты для восстановления запуск биткей соответствует последовательной пропаганде биткоина джеком дорси при этом основную прибыль компания блок ранее известной как square получает от своих платежных решений кэш-эпп и square для бизнеса и конечно запуск нового аппаратного кошелька рынок не перевернет но главное здесь в другом во-первых это рост конкуренции на довольно маргинальном рынке аппаратных кошельков а во-вторых наконец-то bitcoin максималистов появится любимый аппаратный кошелек только для биткоина и завершает наш выпуск аналитика рынка от кевина свенсона в долгосрочной и короткосрочной перспективе эта неделя была очень позитивной для биткоина но что нас ожидает в будущем давайте послушаем эксперта кевин тебе слово глядя на недельный график биткоина используя индикатор rsi мы с вами видим что сейчас имеет место пробитие уровня в 70 что когда произошло в последнем цикле мы достаточно по прямой поехали вверх с небольшим расколбасом по пути это исторический максимум 20 к затем было сопротивление на 42 а затем мы достигли 65 и если посмотреть на недельном графике довольно по прямой прямо к 65 но единственное чего сейчас не хватает это холдинга давайте включим мой бесплатный индикатор по прибылям цикла холдинга биткоина вы можете найти его в поиске давайте его включим и мы видим что в большинстве циклов в периода с 40 по 80 недели обычно это та зона где начинается медвежий рынок то есть обычно эта зона самых больших прибыли в большинстве циклов а во время последнего цикла данная зона по сути включила в себя обе вершины 40 по 80 в 2020 у нас вот здесь был холдинг а этот забег вверх был после холдинга но сейчас холдинг еще не произошел так что вопрос будет ли в этот раз точно такой же забег то есть по прямой на пути к историческому максимуму перед холдингом сказать сложно если бы меня попросили предположить основываясь на вероятностях и тем что обычно происходит то я бы сказал так что мы какое-то время проведем под историческим максимумом возможно чуть больше чем обычно увидев какую-то консолидацию примерно вот здесь а затем дождавшись холдинга все бы стало сильно побычи то есть другими словами немного более долгая консолидация перед тем как уйти в исторический максимум если сравнивать вот конкретно с этим забегом после прорыва расай но в любом случае это все выглядит как парабола даже с учетом вот этой консолидации если вы меня спросите то это выглядит как очень хорошая парабола но если мы посмотрим на четырехчасовой график то на мой взгляд у нас есть два сценария 1 мы удерживаем 42 1500 уровень который раньше был сопротивлением после чего мы уходим буквально вертикально первый сценарий это вертикальный по которому мы отправляемся к 52 тысячам или 48 тысяч 500 сценарий 2 соответствует диаграмме учебника расширяющегося восходящего клина и это значит что у биткоина образуется ложное пробитие вот здесь это ложное пробитие после чего мы опустимся ниже 42 тысяч 500 увидев нисходящий вверх а затем уйдем под 38000 упрямься в поддержку которая раньше была сопротивлением что будет довольно побычье и конструктивным движением цены это не разрушительно если мы удерживаем предыдущий уровень сопротивления как новую поддержку затем отскочим и пойдем к целям наверх это был второй сценарий с возвращением на тестирование вот такие на мой взгляд наиболее вероятные сценарии с учетом того какой в настоящий момент у нас есть импульс и имеющегося спроса на рынке но есть еще и третий сценарий ведь всегда есть три сценария и это медвежий сценарий когда мы возвращаемся к 38 не удерживаемся и падаем ниже примерно до 33 тысяч 500 это конечно вероятность но о ней мы с вами поговорим когда цена туда и придет кевин большое тебе спасибо будущего мы конечно же не узнаем но по крайней мере теперь понятно чего можно ожидать и на этой позитивной ноте мы подошли к концу нашего выпуска надеюсь вам он был интересен и полезен поэтому будем очень вам признательны за ваш лайк подписку и бесценный комментарий желаем вам хорошего вечера отличной пятницы и до встречи в следующем выпуске